Приветствую, друзья! С вами Александр, и я сейчас покажу вам одно очень полезное упражнение для развития навыка игры арпеджо пальцами правой руки, в частности, P и M. Это упражнение придумал гитарист-виртуоз Эмилио Пухоль. Я думаю, что вы можете погуглить или по-яндексить, найти его биографию, познакомиться с его творчеством. Давайте я один раз вам его наиграю. Мы еще маленькую модификацию добавим, плюс к этому основному упражнению, которое Эмилио Пухоль предлагает, для того, чтобы еще больше расширить наши возможности в плане игры на гитаре. Итак, давайте один раз я сыграю. Я ноты, кстати, прикреплю под этим видео, для того, чтобы вам визуально легче было ориентироваться, когда вы будете разучивать это упражнение. Один раз его вам сыграю. Как вы видите, в чем заключается суть? Мы нисходящим арпеджо играем последовательно тремя пальцами. Большим, указательным, средним. Я рекомендую это упражнение играть следующим образом. Большой палец вы играете с опорой, вне зависимости от той струны, на которой он находится в данный момент. То есть, если по пятой струне, то на четвертой останавливается. По четвертой, значит, на третьей останавливается. Ну и на шестой, если ноточка звучит, то на пятой струне вы останавливаете. А пальцы и М, указательный и средний, играете без опоры. То есть, вот таким вот образом. Значит, это первый вариант. И здесь, когда вы его играете, обратите внимание еще на басовые ноточки. У вас больше должно акценты идти именно на басы, чтобы вот таким вот образом больше прослушалось. А все остальные ноточки, они как будто бы как отголоски от основных басов. Вот таким вот образом. Ну и так далее. Повторять не буду. Значит, это первый вариант. Мы играем пальцем П и Э. Второй вариант, который я также рекомендую поиграть вам, порепетировать, это то же самое нисходящее арпеджио, только мы немножечко заменяем пальцы. Мы вместо И играем М и вместо М играем А. У нас получается свободным не палец А, как в данном случае мы играли тремя пальцами, а палец И. И вот мы, получается, играем вот этими вот тремя пальцами П и Э. И вот посмотрите, что у нас получается. Вот. Если вы поиграете это упражнение, постарайтесь его довести до максимально чистого звука и аккуратненько выделяем басы. Плюс ко всему еще обратите внимание на то, чтобы каждая ноточка, она была одинаковой по звучанию в плане продолжительности, по длительности, со всеми последующими и предыдущими ноточками. Чтобы не было вот такого. Да, или во время смены аккордов. А вот что-то. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Чтобы все ровненько и чистенько шло. Когда поиграете, вы почувствуете, что в руке у вас появляется легкость. И следите за тем, чтобы ноточки звучали идеально чисто. Потому что если вы в самом начале уделите внимание тому, чтобы звук гитарный был идеально чистым, это войдет в привычку, у вас просто сформируется привычка, вы не сможете играть нечисто. То есть такие вот звуки вы просто терпеть не сможете. И у вас автоматически все будет чистенько звучать. На этом я с вами хочу попрощаться. Обязательно поиграйте это упражнение. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.